Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня будет обещанный мною десерт. Это будут пирожные Павлова, которые подходят отлично для фуршетного стола. И в качестве начинки можно использовать как фрукты, так и ягоды. Если вы хотите, чтобы ваш десерт был ярким и запоминающимся, то лучше, конечно, использовать ягоды, так как ягоды в оформлении десертов это всегда беспроигрышный вариант. Итак, начинаем готовить. И для начала мы приготовим основу для наших пирожных. Тесто песочное можно сделать заранее, не прям в день приготовления. Нам потребуются желтки, сахар, сливочное масло комнатной температуры и мука. И я еще на пробу добавила пол ложки чайной корицы. Это я хочу попробовать, как она будет сочетаться с грушей. Поэтому корицу добавлять не обязательно. Сахар и желтки мы растираем до посветления. Я это буду делать миксером. Теперь отправляем сюда мягкое сливочное масло. И опять все взобьем. Теперь добавляем муку. Я буду добавлять несколько этапов. Мне просто так удобней. Замешиваем тесто уже на столе, так как в чаше неудобно. Самое, я считаю, основное, это не перегружать тесто мукой, чтобы у нас основа не была деревянной. Отправляем в холодильник примерно где-то на полчаса. Оно у нас станет более послушным. Охлажденное тесто раскатываем. Немного присыпала поверхностной мукой. Как я уже говорила ранее, мукой увлекаться не нужно. Раскатывать я буду через пакет. Вот так вот раскатала. Я считаю, что достаточно тонко. И теперь вырезаю. Диаметр этой окружности у меня 10 сантиметров. Выпекать я буду вот в таких вот металлических формах. И у меня их только 6 штук. Поэтому я буду использовать только 6 кругшков. Оставшееся тесто я убираю в пакет и в холодильник. Оно меня очень часто выручает. Если очень быстро что-то нужно сделать, предположим, какие-нибудь печенюшки детям, я достаю его с холодильника и раскатываю и пеку. Формы эти смазывать обычно ничем не нужно. Так как у нас большое количество масла в тесте, то тесто не прилипает к нему. Укладываем. И стараюсь так, чтобы у меня бортики были одинаковой высоты. Мне не нужно делать вот такую вот высокую корзинку. Но так как у меня вот формы только вот такого вот размера, буду выкручиваться с положения. Буквально где-то вот сантиметр высоту, чтобы было. Но это я так хочу. Можно, конечно, сделать и повыше. Накалываем вилкой дно и отставляем в сторонку. Таким образом я заполняю все 6 штук. И перед тем, как отправлять их в духовку выпекаться, поставим в холодильник минут на 30 и затем продолжим. Начинка у меня будет грушевая, поэтому приготовим грушевое компоте. Мне нужно будет распущенный желатин, сливочное масло, сахар. Можно использовать и коричневый сахар. И груша, которую я порезала уже кубиками. Лучше всего брать мягкие сорта. Я вот такую вот буду использовать. Это Санта-Мария сорт. Он очень мягкий и, мне кажется, идеально подходит для компоте именно. Сотейник с маслом ставим на огонь и нам нужно его прогреть маслом. Прогрели сливочное масло. Теперь сюда отправляем кусочки груши и сахар. Все перемешиваем и опять ставим на огонь, на средний огонь. Ждем, пока сахар у нас полностью растопится. После того, как сахар полностью растопился, еще где-то провариваем минут 5. Все, проварили немного. И еще я забыла указать, что нужно будет добавить после того, как сняли с огня, несколько капель лимонной кислоты. Теперь нам необходимо смесь остудить до 60 градусов, для того, чтобы туда ввести уже растопленный желатин. Все, смесь подостыла. Мы добавляем сюда растопленный желатин. Хорошо все перемешиваем и оставляем остужаться на столе до комнатной температуры. Компоте уже полностью остыло. И тарталетки я тоже уже испекла. Выпекала я их при 185 градусах. Выпекались они у меня 15 минут. Хотя можно было бы и меньше. Это вот самое крайнее было. Немного она больше, чем нужно подрумянилась. Где-то 12-15 минут. Теперь буквально по 1 столовой ложке я накладываю в тарталетки компоте. И сразу же отправляю в холодильник. Желатин там как раз схватится. И наконец-то мы приступаем к самому основному. Это приготовление меренги. Для этого мне потребуются белки, сахар, крахмал, сахарная пудра, сок лимона или лимонная кислота и соль. Более подробно, как я делаю меренгу, я уже неоднократно это все показывала. Вы сможете посмотреть в моем прошлом видео, где я делала пирожные Павлова. И там я очень все подробно рассказывала. Ссылка будет в описании. Поэтому сегодня во всех деталях все рассказывать я не буду. Дабы не повторяться. Все. Готовую меренгу мы перекладываем в кондитерский мешок. Насадка у меня закрытая звезда. Как я уже говорила, это моя любимая насадка. И отсаживаем. Сильно большие я делать не буду, так как они, помним, что увеличиваются в размере. Делаем опять гнезда. Духовку разогреваем до 180 градусов. Затем ставим противень в духовку. И уменьшаем температуру до 100 градусов. Выпекаются, ой, вернее, сушатся они примерно где-то час-двадцать, час-тридцать. Все будет зависеть от вашей духовки. Все, у нас уже полностью все подсохло. И теперь мы можем приступить к приготовлению крема. Крем я буду использовать классический для Павловой. Это взбитые сливки. Нам понадобятся только жирные сливки и сахарная пудра. Сливки обязательно должны быть охлажденные, чтобы у нас крем получился, взбился, как положено. Добавляем сахарную пудру и ставим взбиваться. Все, как обычно, начинаем с самой маленькой скорости. Затем ее поувеличиваем постепенно и так до плотного состояния взбиваем. Все, взбили сливки. И если сливки хорошие, то они у вас и взобьются хорошо. И на кондитерских изделиях также будут вести себя отлично. Берем нашу тарталетку с начинкой. Как видите, начинка тоже ведет себя вполне достойно. Никуда не вытекает, но в тот же момент она очень мягкая. И я только сейчас подумала о том, что можно было бы сделать просто кольца безешные. Не делать дно. Так, мне кажется, было бы даже интересней. Но в следующий раз сделаю без дна. Заполняем кремом. И украшаем на свой вкус. Также немного присыпала какао. Это напиток какао. Чтобы разбавить вот эту чрезмерную белизну и блеклость на моем кондитерском изделии, на моем пирожном. Самый эффектный получается, конечно же, с клубничным компоте и оформленной клубникой или какими-либо ягодами. Но так как у нас с этим напряженка, мы сегодня сделали вот такой вот десерт с грушей. Вот такое вот оригинальное и в то же время очень-очень вкусное пирожное получилось. Пробуйте, экспериментируйте. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok